Добрый день! В свое время римляне говорили Сифуэрис, Рома и Романа Вивита. Если приехал в Рим, живешь в Риме, живи как живут римляне. Когда мы приезжаем сюда, вообще когда эмигранты приезжают в другую страну, но в данном случае мы приезжаем в Австралию, у нас есть как бы такая двойственность. С одной стороны мы прекрасно понимаем, что не надо быть чужеродным телом, не надо особенно выделяться, надо жить как живут австралийцы. Мы приехали сюда и мы любим эту страну, мы любили ее до того, как приняли решение приехать сюда, иначе мы сюда не приехали. Изначально в нас заложено то, что мы как себе эту страну нарисовали, так мы в такой стране хотим жить. Она удивляет нас, и зачастую она удивляет нас, иногда неприятно. То есть это не та страна, в которой мы думали, мы будем жить. То есть это немножко не то, что нам может быть хотелось. Вот. И с другой стороны у нас появляется кризис полугодия. Через 3-6 месяцев мы начинаем скучать по нашей России, Украине и так далее, большой и малой родине. Соответственно нам хочется чего-то такого, что в общем-то наше, что очень комфортабельное. Это чувство старого, доброго, давно уже знакомого телу пиджака или рубашки. Нам хочется, нам не хочется изменений. Человек в той или иной степени, но все-таки консервативен. И поэтому у любого иммигранта появляется желание как-то вернуться, не физически, но культурно вернуться к тому, к чему этот иммигрант привык. Ну в данном случае мы хотим немножко расти у себя. Можно это делать ненавязчиво, можно даже пытаться совмещать. И простейший пример, когда мы едем на барбекю, мы параллельно делаем шашлык и объясняем, что в общем-то это оригинальный кебаб, шиш-кебаб. Который, к которому уже австралийцы потихонечку привыкли. Рассказываем нам, насколько это гигиеничнее, вкуснее, экологичнее, хелсее, здоровее пищи. Наверное, иногда врем, но это та еда, к которой мы привыкли. Мы делаем шиш-кебаб или шашлыки так, как мы хотим. Параллельно делаем барбекю и, в общем-то, частенько нам удается убедить австралийцев, что это то, к чему они на самом деле привыкли. Или, когда я работаю, допустим, на своем фронтьярде или на стройке, как-то в воскресенье привыкли австралийцы и вообще Англосакс отдыхать. Уже нет агрессии, есть некоторое удивление. Я просто объясняю, что работа это то, что любит Буженька. Что я целиком и полностью поддерживаю австралийские традиции. Но, как я считаю, англичане, когда надо, это самая трудолюбивая нация была. И австралийцы выходят оттуда и так далее. Что в традициях было работать, даже если надо, и в воскресенье Бог простит, ведь надо. Наверное, это может быть, скорее всего, не так, но людям это слышать приятно. Таким образом, делая то, что тебе нужно и к чему ты привык, ты, в общем-то, не нарушаешь спокойствие окружающей публики. Разговоры на русском языке или на украинском языке, такое даже тоже было. Вот. Мы собираемся группой. Мы, кто-то, наверное, иногда скучают по своему обществу. Твоих, допустим, русскоговорящих или украинскоговорящих ребят. Стремятся, если хотите, насладиться вот этим вот своим языком. Кто-то, наверное, ему удобнее, либо английский не очень хорош. Кто-то бравирует, я не знаю. Ну, иногда, допустим, мы, наверное, больше играем на публику с таким вызовом некоторым. Как, в принципе, делают это и арабы. Вот. Мы, вроде, делаем челлендж-вызов, мы говорим на русском языке. Иногда это нормально. Зачастую, ну, надо стараться избегать, приносить, избегать, приносить людям неприятность. Потому что, кроме нас, на русском языке уж точно никто не говорит. И все, и австралийцы, и неавстралийцы, там всякие индусы, и арабы будут чувствовать себя немножко уязвленными. Заметьте, мы тоже не любим, когда сидит толпа и болтает на мандарине на китайском языке, на арабском языке. Или индусы какие-то по-своему на хинде. Нам это не нравится. Точно так же это не нравится и, в общем-то, другим, не нашим, скажем так. И, что у нас тут, полиция. Вот. Полиция сочла, что меня на алкоголь проверять не надо. Правильно сочли? Вот чувствуют люди, вот чувствуют люди, что третий месяц даже пива не пьют. Вот прямо чувствуют. Вот, что значит полиция. Молодцы. Одобряю. Ну, и время у меня не забрали. Вот. Если мы не хотим уподобляться этим людям, я имею в виду всем этим индусам, китайцам и прочим неанглоговорящим, или в наглоговорящем не на английском языке, то, пожалуй, нам стоит ограничить разговор. В то же время я не приемлю, когда, или скажем так, я не считаю, что это хорошо, когда два близких человека, муж, жена или родственники какие-то, ну, два-три человека, и один начинает говорить, когда жена мужу говорит на русском, я не считаю, что это плохо, и не стоит мужу начинать говорить, тихо, тихо, все там, молчи, не говори. Ну, это не очень хорошо. Таким образом, я считаю, что между адаптацией и того рода хорошей мимикрией, если хотите, или нехорошей, полной мимикрией, и полностью приверженностью к своему этническому поведению, должен быть здоровый баланс. Скажем так, мы должны жить как австралийцы, при этом все хорошее, что у нас есть, русское. Потому что мы в основном европейцы, русские, украинцы, и вообще бывшие советские, это европейская культура. У нас с австралийцами очень много общего, ничего тут менять не надо. Но вот в разностях нам надо принимать австралийское, там где-то без разницы, и оставлять свое, где это нам выгодно, удобно. Но все это можно облекать такую форму, когда это не вызывает раздражения у других людей. Когда вы не кажетесь белой вороной, абсолютно бессмысленно. Со мной могут спорить, и при том будут спорить и те, и другие. Есть люди, которые полностью становятся австралийцами, отказываются от всего-всего, отказываются демонстративно. Демонстративно, даже когда это им невыгодно, не разговаривают с другими на русском языке. Как бы это их дело, но они проигрывают от этого. Есть люди, которые абсолютно не желают вливаться в австралийское общество. Как я думаю, это понятно, что это совершенно неправильно. Это уже однозначно неправильно. Я думаю, что должна быть где-то золотая середина, у каждого своя золотая середина. Тем более, что не только вы адаптируетесь к австралийскому обществу, австралийское общество адаптируется к вам. И этот фактор не стоит сбрасывать со счетов. Опять-таки, ко мне домой все австралийцы и не австралийцы, кто угодно, приходят и снимают обувь. У меня ни один австралиец не рискнет положить ноги на стол. Это не свойственно австралийцам, но, допустим, американцам в большей степени. Австралийцы иногда эту манеру копируют. У меня этого не будет. Те же самые пищевые привычки. Австралийцы базируются на английской кухне. Она очень лаконичная, очень простая и не очень вкусная. Как только вы начинаете делать пельмени, борщ, вареники и так далее, лаваш, ну что угодно, в достаточно больших количествах и об этом, грубо говоря, знают ваши соседи. Предположим, когда приносишь хорошую еду, борщ, допустим, на работу и спокойно делишься с людьми, очень австралийцам это нравится, все эти пельмени и так далее. Они быстро к этому привыкают. Таким образом, это, наверное, не самый такой важный, но все-таки это момент, когда к вам тоже привыкают, к вашей культуре. То же самое, допустим, в нашем Кинсовом институте. Многие уже что-то умеют говорить по-русски. Люди пытаются тоже взять от нас самое лучшее. Я не буду говорить вообще о каких-то тонкостях, наверное, я так сразу их и не упомнил. Но этот процесс как бы обоюдный. То есть мы растворяемся в австралийском обществе, оставляя лучшее свое собою. А австралийцы растворяются в нашем обществе. Естественно, объемы неравнозначные, поэтому они в меньшей степени, но все-таки они тоже что-то берут хорошее от нас. В этом случае еще один аспект. Вы являетесь, в принципе, посланцами доброй воли своих этносов, своих народов. Поэтому, что бы вы ни делали, пытайтесь сделать это хорошо, чтобы о вашем этносе Австралия думала хорошо. Ну, например, если вы, допустим, узбек, но сделаете хороший, допустим, плов, гостите своих соседей. Таким образом они приобщатся к этой культуре. Допустим, я не знаю, оливье это уже стало каким-то там русским блюдом национальным. Но тоже это замечательный салат с майонезом. И австралийцы очень любят. Культура потребления алкоголя. Ну, например, мы, не то что мы пьяницы, русские люди не являются пьяницами на самом деле. Это заблуждение, которое специально, скажем так, через средства массовой информации, фольклоры вводится в наше умы. Это не так. Я знаю, что подавляющее большинство русских или пьют очень даже умеренно в Австралии, я говорю об этнических русских. Или многие, кстати, не пьют вообще. Климат жаркий, нет нужды. Особо к пиву мы, честно говоря, не привыкли. Ну, допустим, культура питья. Тоже интересная вещь. Австралийцы практически не пьют водки. Ну, жарко. Короче говоря, не та культура. Если не пьют, то как-то в смеси и не водку виски. Но! Все-таки в коктейлях, в смесях водка, потому что это белый безвкусный спирт, такой без особых отдушек, они его используют. Если вы хотите, допустим, не казаться белой вороной, или хотите пристрастить людей водки, я не говорю, споить, ну, как бы, вести эту культуру, потому что все-таки этот чистый спирт, он в чем-то полезен, в чем-то вреден, но меньше вреда, потому что меньше всяких наполнителей, сахаров, отдушек и все остальные ерунды. Вы можете, допустим, делать коктейли, делать какие-то смеси, кровавые мэрии и так далее, а сами, допустим, спокойно пить водку льдом или просто водку охлажденную и объяснять людям, как бы, если я спрашиваю, сказать, ну, как бы, не хочу наполнять желудок бессмысленно, выпью тот же самый один-два шота, что и вы, но это будет маленькое количество, по состоянию здоровья, может, еще что-нибудь. Таким образом, вы делаете то, что хотите, и в то же время это выглядит, как будто вы делаете это вообще даже по-австралийски. Вот во всем я вам предлагаю следовать именно этому примеру. Старайтесь делать так, чтобы, делая свое, то, что вы привыкли, вы делали это так, чтобы людей это не напрягало. Если вы что-то любите, что в действительности людей сильно напрягает, допустим, в общепит, пожалуйста, не приходите с селедкой. Это, кстати, в Германии наши товарищи как-то засветились на этом. Если вы приходите с селедкой и пьете из общепитовских кружек, это людей напрягает, потому что запах селедки с кружки трудно убирается моющим средством, особенно если это необычная мойка. Поэтому я предлагаю вам вот такую тактику, тактику что-то выбора золотой середины, и всегда помните, что что бы мы ни делали, мы делаем это во благо не только себе, но и обществу, в котором мы живем. Мы приехали сюда не для того, чтобы казаться здесь людьми чужеродными. Если нас это возмущает в других, давайте постараемся этого не делать и сами. Большое спасибо. Продолжение следует...